Мир вам, дорогие братья и сестры! В каком-то смысле мне хотелось бы продолжить вот ту тему, которую начал открывать перед нами Алексей Александрович через Слово Божие. В каком-то смысле. Я прочту из книги, из второй книги Царств, 21 глава, с 15 по 17 стих. Интересная история, интересная ситуация, очень поучительная. «И открылась снова война между филистимлянами и израильтянами. И вышел Давид, и слуги его с ним, и воевали с филистимлянами. И Давид утомился. Тогда Иесвий, один из потомков Рифаима, у которого было копье весом в 300 сиклей меди, и который опоясан был новым мечом, хотел поразить Давида. Но ему помог овес, а сын Саруи поразил филистимлянена и умертвил его. Тогда люди Давидовы поклялись, говоря, «Не выйдешь ты больше с нами на войну, чтобы не угас светильник Израиля». Интересная ситуация, очень похожая на события, которые происходят у нас в стране. У народа Божьего, у Израиля, в данном случае я имею в виду, всегда хватало врагов. И вот здесь описывается момент, когда вот эти враги, филистимляне, они предприняли полномасштабное вторжение с целью оккупировать часть территории, которую Бог дал своему народу. Это была земля Израиля. Но враги хотели забрать, во всяком случае, часть этой территории. И вот в этой битве участвует сам царь, сам Давид. Знаете, это прекрасно, когда лидер, царь, руководитель в войске, на передовой, когда он вдохновляет своим примером простых рядовых солдат. Это чудесно, это прекрасно. И мы понимаем немножко такой подтекст, который я имею в виду. По времени царствования Давида, это происходило уже после восстания Авесолома и всего, что было связано с этим восстанием. И это было, скорее, уже где-то к концу царствования Давида. И вот ключевыми словами, на которые мне хотелось обратить внимание, вот это выражение «Давид утомился». Из этой истории мы можем извлечь некоторые уроки. Я хочу просто так бегло рассказать историю самого Давида. Просто напомнить нам, напомнить, может быть, есть, я знаю, что тут есть люди, которые, может, впервые слышат это. И вот, как бы для них и для всех нас я хочу напомнить историю Давида. Он как-то стремительно входит в исторический контекст жизни своего народа. Он приходит, когда должна произойти битва тоже с филистинлянами. Он побеждает единоборца Ицгефа, Голиафа. Это известная история. И даже люди, ну, далекие от знания Писания, знают, или, по крайней мере, это интересно знать. Давиду поют хвалебные песни. Помните, Давид победил десятки тысяч, а Саул тысячи. Он на вершине популярности. И, в общем-то, к нему благоволит царь. Царь его призывает к себе, знакомиться с ним. Вот, как-то оставляет возле себя. Да, у него есть какой-то такой небольшой карьерный рост. Но все вот такие вот удачи в жизни, да, мы знаем, они очень быстро иногда сменяются на нечто противоположное. И вот этот царь, который благоволил к нему, в определенный момент времени начинает его подозревать, преследовать и даже намеревается убить. И дальше следует череда событий, когда Давид вынужден скитаться, прятаться от Саула и от его войска, когда он в бегах, и даже приходится ему уйти со своей родной земли и поселиться в чужом городе. И все это время, все это время, вот Давид и его люди участвуют в больших и малых сражениях и обычно они выходят победителями и Господь благословляет Давида. Затем наступает момент, когда Давид поцаряется сначала над Иудеей, потом над всем Израилем, но войны продолжаются. Давид постепенно или военным путем, или путем каких-то договоров расширяет пределы вот этого Израильского царства до тех максимальных границ, которые Бог обещал Аврааму, працу их. И границы царства таким образом расширяются, расширяются и расширяются. Вы знаете, при всем при этом идут годы, а годы никого не щадят. Знаете, я могу засвидетельствовать, что со временем, я уже человек немолодой и могу откровенно говорить, со временем вот наша телесная оболочка дает нам, посылает такие сигналы, да, то сердце заболит, то печень, почки, поясница ломит и так далее. Вот такие вот звоночки, звоночки раздаются, и это означает, что Бог предупреждает нас о том, что мы ближе-ближе к дому своему подходим, ближе к дому вечному. Я не знаю, слышал ли Давид такие звоночки, и был ли он таким образом предупрежден, но вот в момент вот этой битвы, когда надо было показать решимость, выложиться, Давид оказывается слабым. Знаете, вот я себе представляю вот это состояние Давида, его внутреннее состояние, как состояние одиночества. Вот когда он почувствовал свою слабость, он почувствовал, увидел себя одиноким. Есть шлем, латы хорошие, щит, меч, копье, все есть. Сражаться надо, силы нет. Все есть, а силы нет. Знаете, в каком-то смысле я понимаю Давида, потому что вот буквально на этом месте я переживал нечто подобное. Вот братья-проповедники, может, меня поймут. Бывает, вот такое вот состояние как-то обладевает. И конспект есть, и проповедь. Знаешь, вроде бы готовился, молился, но вдруг как-то внутри все холодеет, вдруг эти буквы как-то расплываются, вдруг ты чувствуешь какую-то неуверенность. Это какое-то искушение, это какая-то атака. Но я переживал такое, стоя вот здесь, на этой кафедре. Я думаю, что, может быть, кто-то из проповедников подтвердит, что такое бывает. В этом смысле это очень похоже на состояние, хочу другой привести пример, на состояние Петра, когда вот он вошел в двор первосвященника Каиаф, и когда он там находился, вот. И когда у него начинают, его начинают допрашивать и говорить, вот ты был с ним, ты был с ним, ты один из них, он тоже почувствовал вот это одиночество. Тот, на которого он надеялся, на которого он рассчитывал, кто был источником вдохновения, силы, он связанный, он избитый, над ним издеваются. И почва из-под ног Петра постепенно уходит, и он оказывается слабым. Я думаю, что вот такое же состояние владело Давидом. Все есть. И ты готов, и ты должен вдохновлять. Но силы нет. Знаете, я посмотрел другие переводы, которые говорят вот об этом. И вот интересно, что английская и американская версия там написано буквально «потерял сознание». Представляете, потерял сознание человек. Надо сражаться, он потерял сознание. А на нашей ридней мобе спевочей звучит «И измучився, Давид». Измучився, Давид. Измучився. Вот такое состояние, такое состояние. Знаете, что делать в этом состоянии? Мы понимаем, мы знаем, что надо делать. Мы молимся. Мы молимся. Когда к нам приходит такое состояние, мы начинаем молиться. Мы начинаем просить у Бога сил. И сейчас молитва очень актуальна, очень необходима и за себя, и за наше духовное состояние. И не только за наше духовное состояние, а за состояние всех людей, которые, всех наших людей, всех украинцев. И особенно, вот я хотел бы подчеркнуть, что мы должны молиться и о военных людях. О военных людях. Они находятся вот в таком же состоянии, как находился Давид. Зима, метель, снег. Они в окопах. И враг атакует. Главное, вот в той ситуации, в которой оказался Давид, то, что не просто он ослабел, а его еще и атаковали. Вот этот человек по имени Иесвий, он пытался убить царя. Знаете, я подметил, что написано о этом человеке. Он был несколько слабее Голиафа. Потому что у Голиафа было, заметьте, копье толщиной, вот эта вот палка, как набою ткачей. А весом оно было 600 сиклей железа. У этого было весом 300 сиклей меди. Этот человек из потомков Ирифаимов, но он был слабее. Тем не менее, он представлял собой большую угрозу для Давида. И вот он нуждался в помощи. Давид нуждался в помощи. Знаете, мы находимся, как я уже сказал, в состоянии такой духовной брани. И рассуждая об этом, я обратил внимание на слова, которые записаны апостолом Павлом в послании Ефесянам. Вот давайте прочтем внимательно о том, что говорит апостол Павел о духовном всеоружии и о духовной битве. Он говорит, облетитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоди, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Знаете, я прочитывал так как-то, но вот в этот раз, когда я читал, я обратил внимание. Против кого мы воюем? Кто противостоит нам? Рядовые? Рядовые бесы? Да нет. Рядовые, занятые вот этими неверующими, кто пьет, колется, прелюбодействует. Для них вот таких небольших усилий, этих рядовых, хватает вполне, чтобы опять вновь и вновь и вновь толкать их делать зло. А нам противостоит спецназ, такой духовный вагнер. Начальство, власти, мироправители – это те, кто воюют против нас. А как вы думаете, чтобы таким опытным воинам противостать, для нас нужны силы? Я думаю, что ответ очевиден. И Павел предупреждает нас о том, что мы не должны оказаться замученными, не должны потерять сознание в этой борьбе, но мы должны твердо противостоять и даже побеждать. Еще одна мысль, которая следует за первой, тоже я хотел бы поделиться. Знаете, у Давида, скорее всего, не было личной охраны, не было личной стражи, не было секретной службы, которая занималась бы охраной царя Давида. Скорее всего, этого у Давида не было. Но зато был один верный соратник – Овеса. Очень интересный человек. Овеса был племянником Давида. Вот в первой книге про Липоменон, там перечисляется родство Давида. Я прочту так. Бегло. Иесей родил первенца своего Ильява, второго Аминадава, третьего Саму, ну и так далее. Седьмого Давида. Сестры их – Саруя и Авегея. Сыновья Саруи – Овеса, Иав, Азаил трое. Вот он был, этот Овеса был племянником Давида. Скорее всего, он был младше. Скорее всего, он был сильнее его. И он был как-то всегда в какой-то близости с Давидом. Интересный момент был задолго-задолго до этого. Я прочитаю из первой книги Царств, 26 глава, 6 стиха. Момент, который очень хорошо и ярко характеризует Овесу, как человека преданного Давиду. «И обратился Давид и сказал Ахимелеху и Хитиянину, и Овесе, сыну Саруину, брату Иава, говоря, кто пойдет со мною к Саулу в Стан?» И отвечал Овеса, «Я пойду». Пойти в Стан к Саулу – это означало смертельную опасность в тот момент. Это было, в общем-то, безрассудство. Ну как это так? Стоят вооруженные люди, Стан, охрана и все такое прочее. И вот туда Давид приглашает, давайте пойдем, кто со мной. Но, однако, этим поступком, это был не случайный поступок, потому что написано, что Бог послал какой-то очень сильный, крепкий сон на этих людей, и никто не пробудился. Это было такое Божье веление, и это было необходимо Давиду, чтобы показать наглядно, продемонстрировать Саулу, что он не имеет никаких притязаний ни на трон, и он вообще не хочет убить Саула. И у него его намерения относительно Саула, ну, такие нормальные человеческие намерения, он не желает зла Саулу. И вот Овеса идет в этот поход. Они приходят, Саул спит, тут же копье воткнуто, и Овеса говорит, давай я сейчас его одним ударом, и все, и врага не станет. И Давид останавливает Овесу, останавливает. Тогда он его остановил, и они как пришли, так и ушли. Вот эта верность, эта преданность Овесе, Овесе Давиду, она сыграла в этот раз такую очень важную роль, потому что усталого, изнемогшего Давида атаковал вот этот враг, очень серьезный враг для Давида. И Овеса смог убить его, смог предотвратить это покушение. Я еще хочу некоторые примеры привести, вот, Священного Писания, какова бывает у людей реакция на усталость. Она различная, у разных людей она разная. И в качестве примера я хочу привести момент, который записан во Второй книге Царств в 17 главе. Этот момент связан с восстанием Овесолома. Овесолом восстал на Давида, восстал на своего отца и хотел завладеть царством. И вот что, когда Овесолом уже вошел в Иерусалим, то там был такой очень мудрый, по-своему мудрый советник, Ахитофел, Ахитофел. И вот что этот советник говорит Овесолому. Выберу я 12 тысяч человек и встану и пойду в погоню за Давидом в эту ночь и нападу на него, когда он будет утомлен. Заметьте, я нападу на него, когда он будет утомлен и с опущенными руками, и приведу его в страх, и все люди, которые с ним разбегутся, и убью одного царя. Вот дельный совет человека разумного и написанного в Священном Писании, что этот совет был очень хорош. Но он не состоялся, потому что был другой советник, который посоветовал другое. Он надавил на самолюбие Овесолома, и вот этот поход не состоялся. Но реакция, реакция Ахитофела, он устанет, и его легко можно будет победить. Теперь в этой же главе дальше описывается реакция другого рода. И когда Давид, усталый, пришел в Маханаим, то Соби, сын Наса, из Равы Аманицка, и Махир, сын Амиила, и Зладовара, и Верзели, и Галладитянин, и Зраглима, принесли постели, блюд, глиняных сосудов, пшеницы, ячменя, мути, пшена, и бобовы, чечмицы, и жареных зерен, и меду, и масла, и овец, и сыра, и так далее, и Давиду, и людям, бывшим с ним, пищу. Ибо говорили они, обратите внимание, что говорили эти люди, народ голоден и утомлен, и терпел жажду в пустыне. То же самое состояние. Эти люди тоже понимают, что Давид, и люди его устали, утомлены. Но какая реакция? Они пришли, принесли хлеб, принесли много-много пищи, принесли необходимое для того, чтобы помочь. Для того, чтобы помочь. Знаете, в первом случае так действует сатана. Он хочет украсть, убить и погубить. И он приходит именно тогда, когда мы усталы, когда мы изнемогли, когда у нас нет сил. Тогда он приходит со своими искушениями. Вот эти его князья, вот этот спецназ, он приходит на нас слабых и пытается сломить, пытается нас лишить силы, лишить связи с Господом. А вот второй случай, это очень ярко демонстрирует отношение Господа Иисуса Христа, потому что Он сказал, «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». И таким образом, вот два, двоякое отношение. С одной стороны, враг, который слабого хочет уничтожить, с другой стороны, сила Божия, которая пытается укрепить и пытается вдохновить на еще большие битвы и на победу. И третья мысль, которую я хотел бы оставить для нашего рассуждения. Тогда люди Давидовы поклялись, говоря, «Не выйдешь ты больше с нами на войну, чтобы не угас светильник Израиля». Был более ранний момент, вот когда состоялась битва со сторонниками Авиасолома и Давидом, то тогда вот эти воины Давида сказали, «Нет, ты с нами не пойдешь, ты останешься в городе». Они берегли его, они, видно, предчувствовали его некоторые слабости. Но теперь они решительно отстранили его от всех военных действий, потому что они поклялись. Они не просто сказали, «Ты не пойдешь», они поклялись именем Господа. Они сказали, «Вот Господь свидетель, мы не допустим больше, чтобы ты воевал вместе с нами». И что же Давид? Вот это занятие, которое у него в свое время получалось и которое было таким для него основным, что ли, «Что же дальше делать? Как дальше жить без этого?» Но Давид был человеком Божиим. И Бог по-особому обращался, имел отношение с Давидом. И Бог дал ему мудрость, как вот этот прожить остаток дней, как прожить оставшиеся годы своей жизни. Я прочту о том завещании, которое оставил после себя Давид, и вы поймете, чем занимался Давид. В первой книге Параллипоминон, во своей главе, с 11 стиха, там выборочно я буду считать, о том, чем занимался Давид, и он результат вот этой своей постбоевой деятельности, он поручает и как наследие передает сыну своему. И отдал Давид Соломону, сыну своему, чертеж притвора и домов его, и кладовых его, и горниц его, и внутренних покоев его, и дома для ковчега, и чертеж всего, что было у него на душе, дворов дома Господня, и всех комнат кругом, сокровищниц Дома Божия, и сокровищниц вещей посвященных. И дал золото для светильника и золотых лампад со значением веса каждого из светильников. И для жертвенника курения из литого золота со значением веса и устройства колесницы с золотыми херувимами, распростирающими крылья и покрывающими ковчег завета. Все сие в письмене отдал, в письмене от Господа, говорил Давид, как он вразумил меня на все дела постройки. Вы понимаете, что у Давида возникло желание, я говорю то, что написано в Писании, построить Дом Господен. Но Господь сказал, нет, ты не построишь. И вот я так думаю, это мое предположение, что оставшиеся годы своей жизни Давид всецело посвятил тому, чтобы подготовить, по максимуму подготовить все для того, чтобы последующее поколение, его сын Соломон мог начать и осуществлять вот эту постройку Величественного Дома Божия. Знаете, очень интересно тут написано, что он имел чертежи. Чертежи. Я не представляю себе, как тогда люди могли чертить. Я представляю себе современных чертежников. Я сам когда-то раньше неплохо чертил. Но он до мелочей, до мелких-мелких деталей все продумал, все изобразил на бумаге или там на чем, на пергаменте. Интересно то, что дал золото для золотых лампад со значением веса каждого. Вы знаете, как это трудно. Вот ты имеешь один чертеж, а вычислить, исходя из этого чертежа, вот три проекции, да, вот, исходя из этого чертежа вычислить вес, это сложно, это высшая математика вам. Это никак не будет. Но он сделал это. Ну, не только он, наверное, люди там были рядом с ним, мудрые люди, которые знали, как это сделать, да. И вот эти вот все мелкие детали, все это он сделал, все это он приготовил. И этим он занимался. Будучи отстраненным от военных дел, он занялся созидательным трудом. Бог его к этому направил. И интересно, еще в 29-й, в следующей главе этой же книги, первой параллельно, по именам записано, сказал Давид всему собранию, Соломон, сын мой, которого одного избрал Бог, молод и малосилен, а дело сие велико, потому что не для человека здания сие, а для Господа, заметьте, всеми силами я заготовил для дома Бога моего золото, для золотых вещей, серебро и так далее, камни. Понимаете, он все силы приложил и к тому, чтобы вот приготовить и начертить это. И кроме этого, он еще и золото, камни, железо, медь, дерево, все собирал, собирал, собирал. Это, согласитесь, такой труд, это очень немаловажный труд. И я думаю, что в процессе строительства и Соломон, и те, кто делали, осуществляли эту стройку, они с благодарностью вспоминали царя Давида, потому что он вот так вот все продумал. Он нашел время, Бог ему дал это время, последние дни его жизни, когда можно было об этом думать, об этом мысли. Есть такое место в Священном Писании, они в старости плодовитые, сочные и свежие, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Знаете, Давид утратил силу для того, чтобы воевать. И пришло время для другого. И он сумел вот перестроиться, переломить себя. Он сумел спросить у Господа его волю, и Бог открыл ему эту волю. И Давид поступал так, как Господь ему указывал. И слава Богу, что мы имеем такой пример в лице этого великого мужа Божьего, который всецело, всю свою жизнь до остатка посвятил Господу. И тогда, когда он отвоевывал землю для своего народа. И тогда, когда он занимался вот таким созидательным трудом, подготавливая все необходимое для строения Божьего дома. Это говорит о очень близкой, тесной связи Давида с Господом, с Богом своим. Он, будучи мудрым, он испрашивал у него мудрости. И Бог посылал ему, Бог указывал ему пути, и Давид исполнял то, что Господь повелевал ему. Знаете, мы с вами всего лишь слабые люди, и мы нуждаемся в том, чтобы Господь просвещал нас, укреплял нас. Мы сейчас нуждаемся в том, чтобы Божие Слово вело нас, и чтобы через нас исполнялась воля Божия. И да поможет нам Бог, чтобы мы прислушивались к Его голосу, к голосу Духа Святого. И когда Он проговаривает к нам, чтобы мы смогли осуществить то, что Бог возлагает на нас. И в процессе выполнения уже того, что мы желаем исполнить по воле Божией, Бог нам даст и сил, и мудрости, и средства, как это было у Давида. Да поможет нам всем Господь, да благословит. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok